Фокус Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт Фокусы от Моряка. И в этом видео я хочу показать вам очередной несложный фокус. Он несложный, но он прикольный и хорошо подойдет для уличной магии. Итак, давайте смотреть. Для начала я, конечно же, перетасую колоду различными способами. Теперь смотри, я начну пролистывать по одной карте, вот так вот. Ты в любой момент меня останови на той карте, которая тебе больше всего понравилась. Поняла. Давай. Стоп. Стоп. Здесь, да? Да. То есть твоя карта это король черви. Спрячем короля червя в серединочку. Обрати внимание, его нету снизу. Нету. Нету. Сейчас давай проверим вверх. Его нету сверху. Нет, нету. Нету, да? Нету. То есть он действительно где-то в середине спрятан. Для того, чтобы найти твою карту, нужно сделать очень много различных сложных действий. Но так как я фокусник, я ли все упрощу. Мне достаточно лишь щелкнуть разочек пальцами, пробежать всю колоду. Смотри, вся колода у меня лежит лицом вверх, но лишь одна карта выбивается из остальных. Обрати внимание. Все карты у нас как карты, и лишь одна отличается. Проверь, что за карта. Это твой король. Вот такой вот фокус. Ну что же, друзья, если он вам понравился, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Для этого достаточно кликнуть по иконке с изображением судна и добро пожаловать на борт. Конечно же, подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну что ж, мы тем временем переходим и смотрим обучение. Ну что же, друзья мои, давайте мы научимся с вами этому фокусу, который, хочу сказать сразу, несложный и хорошо подойдет для новичков. Для этого фокуса требуется небольшая подготовка, но она настолько смешна, что можно сделать ее совершенно беспалевно. Достаточно просто на мгновение отвернуться от зрителя вместе с колодой, перевернуть три карты лицом вверх, накрыть их другой картой. Все, это вся подготовка для начала нашего фокуса. Так что вот такие вот дела. Три карты мы перевернули. Будь здоров, моряк. Итак, три карты мы перевернули и накрыли их одной из карт. Далее, мы начинаем показывать зрителю. То есть смотри, узнаешь ли ты все эти карты, да, гляди. То есть обычная колода, да, смотри, вот это какая карта. Король, молодец, знаешь. А вот это какая? Это валет, молодец, знаешь, да. А вот это какая карта? Пятерка, класс, ты даже цифры знаешь, молодец. Да, но только будьте аккуратны, чтобы во время демонстрации вот этой вот колоды случайно не открылись вот эти вот две карты. Три точнее. То есть пробегите вот так вот, покажите. Смотри, все карты, да. И все, и сразу же верните их в исходное. Итак, теперь приготовьтесь тасовать колоду. Показали колоду, да, помним, что три карты у нас здесь перевернуты. Теперь нам необходимо разочек перетасовать для того, чтобы вот эту карту отсюда убрать. То есть для этого мы используем контроль верхней карты и контроль нижней карты, точнее, при тасовании классическим способом. То есть я начинаю тасование и стягиваю вот эти вот карты. Верхнюю и нижнюю я стягиваю, тасую и вот эти карты возвращаю сюда, назад. То есть сейчас у меня здесь три лежит, лицом вниз. Итак, теперь мы говорим зрителю, я буду вот так вот пролистывать всю колоду, ты меня в любой момент останавливаешь, просто говоришь стоп на той карте, которая тебе больше понравилась. Стоп. К примеру, зритель сказал стоп здесь, на короле. Так что мы показываем короля и на глазах зрителя убираем его в середину. Но прежде чем подснять, для того, чтобы раз увести короля, мы подносим руку и вот этим вот местом короля чуть приподнимаем и теперь захватываем для подснятия. То есть я держу карты вот так вот. То есть я подснимаю раз, эти три карты, которые у меня лежат вот лицами вниз, кладутся на короля. И теперь я подснимаю два. Я забираю эти карты и возвращаю сюда наверх. То есть получается, что у меня лежит король, карта зрителя. И идут раз, два, три карты, которые были перевернуты изначально. Теперь мы показываем зрителю. То есть, смотри, я убрал твои карты в середине, да, обрати внимание, что твоего короля нету снизу. То есть мы пробегаем несколько карт, действительно короля снизу нет. Король лежит вот, верхняя карта. Теперь мы говорим, давай посмотрим наверху, то есть мы перевернем верхних карт, да, несколько. Смотри, твоего короля нету сверху. И мы пролистываем до тех пор, пока не попадутся вот эти вот карты. Вот эти вот три карты, которые лежат у нас лицами в другую сторону, которые мы изначально переворачивали. И они скрывают как раз вот этого короля. Поэтому я вам советую переворачивать именно три карты. Потому что я делал с двумя, ну, бывает так, загонишься как-то и раз, и короля спалишь. Одну карту, ну, тем более, больно как-то уже вот он рядышком. А за тремя, в принципе, ничего не видно. То есть перевернули. То есть, смотри, твоего короля нету здесь, сверху, да. Он говорит, да, действительно нет. Эти карты мы переворачиваем. И остается то, что наш король, это единственная карта, которая лежит сейчас лицом вверх. То есть мы говорим, что мы фокусники. Мы можем любым способом найти твою карту. Но сегодня я не в настроении, поэтому я щелкну пальцами всего лишь разочек. Разложил их вот так вот. Вот, и смотри, единственная карта, которая лежит у меня лицом вверх, это твой король. Вот такой вот фокус, друзья. Очень-очень прикольный. Мне лично он понравился, когда я его в первый раз увидел. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних событий. Обязательно подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов и изучите их. Ну что же, на этом все. До встречи в следующих видео. Пока.